Таврида Латага или Балтийский Артек. Встречи с почетными гостями, знаменитыми людьми, лекции, мастер-классы, круглые столы, дебаты, презентации проектов и многое другое. Совсем скоро самые активные молодые люди округа станут участниками образовательных форумов. Как не упустить шанс обменяться опытом и получить новые знания в профильных областях, расскажет Любовь Пермякова. Кто может стать участниками форума? Это могут быть представители молодежи нашего региона в возрасте от 18 до 30 лет. Независимо от того, проживают они сейчас на территории региона или, может быть, они зарегистрированы на территории региона, продолжают сейчас свое обучение, например, в вузах России, в любых. Они могут зарегистрироваться также от нашего региона на форуме, обучаясь в другом вузе. Главное, что там заполняется портфолио, оно такое довольно обширное, надо рассказать о себе, о своих интересах, о своих достижениях и так далее. Председатель Комитета по делам молодежи Наталья Ермакова рассказывает о том, как стать участником одной из образовательных площадок. Если вам от 18 до 30 лет, у вас активная жизненная позиция и есть огромное желание поучаствовать в одном из предложенных форумов, тогда первое, что вам нужно сделать, зайти в Федеральную информационную систему АИС «Молодежь России» и зарегистрироваться. Затем найти графу мероприятия и выбрать тот форум, на который вы бы хотели поехать. Также следует отметить, что есть своеобразный рейтинг молодежи на АИС «Молодежь». И можно сказать, что тот человек, который был уже зарегистрирован когда-то в АИС «Молодежь», например, в прошлом году, и он был уже участником какого-нибудь всероссийского мероприятия, плюс он защитил, например, какой-то проект, а также он принимал участие в региональных мероприятиях, у него будет сразу уже количество баллов больше, чем тот человек, который зарегистрировался только в этом году. И «Росмолодежь» смотрит по рейтингу. То есть зарегистрировалось 10 человек на одну смену, и они выбирают того, у кого больше баллов. Дополнительные баллы вы можете заработать, разместив информацию о своих проектах. Как правило, это не просто возможность заявить о себе, но и возможность получить федеральное софинансирование на их реализацию. Молодых и активных в этом году ждут на таких форумах, как Таврида. По традиции он пройдет на Крымском полуострове с 3 июля по 31 августа. Квота для нашего округа составила 8 мест. А еще можно отправиться на крупнейшую образовательную площадку страны, которая ежегодно собирает порядка 8 тысяч молодых профессионалов со всей России и самых разных отраслей деятельности. Это территория смыслов на Клязьме во Владимирской области. Там получить необходимые знания смогут 14 окружных ребят. Еще один форум всероссийского уровня «Балтийский Артек» в Калининграде по традиции примет молодого педагога из НАУ на специальную смену для молодых учителей в августе. Кроме того, 14 представителей Ненецкого округа примут участие в уже полюбившемся форуме «Ладога». Также наши земляки отправятся на Уральский форум «Утро» – Уральский федеральный округ и на «Алтай.Роста-2017» – форум для молодых предпринимателей. В соседней республике Коми наша молодежь примет участие в экологическом форуме «Инноватика Крохоль-2017». В Архангельской области новые возможности для саморазвития откроют для себя еще два представителя НАУ в рамках форума «Команда-29». Подробную информацию о всех этих образовательных площадках вы можете посмотреть на сайте АИС «Молодежь». Также на окружном интернет-ресурсе «Молодежь-83». Информация также размещена в группе ВКонтакте «Молодежь Ненинского автономного округа». Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».